В 2005 году Одесская киностудия из полностью государственного предприятия переформатировалась в акционерное общество. 50% плюс одна акция остались у государства, остальное имущество отошло частным инвесторам. Периодически разгорались скандалы, связанные с попытками поделить государственную собственность и даже частные застройки территории предприятия. По словам руководства, сразу после акционирования инвесторами было вложено в предприятие порядка 8 миллионов долларов. С 2008 по 2011 год еще более 5 миллионов гривен. Но процесс упадка киностудии это не остановило. Не помог и винитый инвестор, нынешний губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Основной заработок киностудии – доход от сдачи в аренду оборудования, съемочных площадок, киногруппам из России по понятным причинам исчез. В связи с политическими и военными событиями 8 запланированных проектов зарубежных съемочных групп сорвались. Сегодня назрел и новый скандал. Бывшие сотрудники предприятия заявили о намерении руководства киностудии передать в коммунальную собственность города общежитие «Экран». Если это произойдет, уставной фонд предприятия изменится. Как следствие, в руки частных инвесторов может перейти контрольный пакет акций киностудии. В подробностях разбиралась Наталья Костенко. Бывшие сотрудники Одесской киностудии заявили общественности, что руководство предприятия незаконным путем пытается изменить уставной фонд, передав на баланс города общежитие «Экран». В советские времена приказом по предприятию общежитие «Экран» стали считать гостиницей. В таком статусе в 2006 году здание включили в уставной фонд, созданного на базе государственного предприятия, закрытого акционерного общества «Одесская киностудия». В 2012 году Окружной административный суд Киева признал, что строение было неправомерно включено в уставной фонд частного предприятия. Но фактически здание так и осталось на балансе киностудии. В 2013-м «Экрану» окончательно вернули статус общежития, то есть объекта социальной сферы. А такой входить в уставной фонд предприятия по закону не может. Акционеры решили передать здание в собственность города. Но передача объекта стоимостью 7 миллионов 400 тысяч гривен городу изменит уставной фонд предприятия. Значит, у нас доля киностудии пересматривается на 12%. То есть у нас частный инвестор получает 49,99 плюс 12%, он получает контрольный пакет. Либо государство должно 7 миллионов 400 частному акционеру вернуть обратно. Я не уверен, что в нынешней ситуации это произойдёт. Если частный акционер получает контроль над студией, то возникают очень большие вопросы, что будет с этой землёй и с киностудией в целом. В открытом письме председателя правления Одесской киностудии Андрея Зверева действительно говорится о том, что предприятиям было направлено заявление о желании передать общежитие городу. Городская власть ответила согласием и внесла общежитие в план передачи городу при условии приведения данного здания в надлежащее техническое состояние. В январе этого года на сайте Одесского горсовета появился проект решения сполкома об изменении статуса экрана с общежития на жилой дом. Пока что это только проект. Запущенное в течение 20 лет здание с разрушенной протекающей крышей, без окон, отопления, с разорванными морозом водопроводными и канализационными трубами и стенами в грибке город на баланс принять был не готов. Акционеры решили бесплатно предоставить штатным сотрудникам жилую площадь. С условием, что жильцы отремонтируют её и будут участвовать в восстановлении общих коммуникаций. Как утверждают бывшие сотрудники киностудии, здание общежития заселяет фиктивных работников. Значит, схема какая? Администрация, скажем так, раздала сама себе квадратные метры в экране. Оставшиеся площади были проданы, так сказать, третьим лицам на сторону. Для того, чтобы легализовать этих третьих лиц, их надо было эффективно устроить на киностудию. Вот у нас, по нашим оценкам, где-то более 17 человек, вот таких вот мёртвых душ, которые приняты на киностудию, которые в день принятия или практически сразу после принятия были выданы ордера на экран. По словам тех, кто ещё недавно работал на киностудии, новые сотрудники на работу не ходили. Но руководство обязывало службу охраны отмечать их, как посещающих рабочие места. Мне принесли в феврале список главный инженер и начальник ОХО от отдела Шестаковой Ирины Александровны, где было написано, что надо выписать магнитные карточки, дни, по которым сканировать, и чтобы это было всё на охране. То есть полгода бюро пропусков, я, этих людей сканировали, что они приходят на работу, уходят с работы. Кстати, бюро пропусков тоже уволили. То есть всех свидетелей, что это происходило, с 1 августа уже на территории нет. Я сопоставил, все эти люди, что мне дали список, все они живут в общежитии. Я их глаза не вижу. Если я видел, там иногда, то они приходили за зарплатой и почему-то поднимались на второй этаж управления. Когда катастрофически в цеху не хватало людей, я выполняла функции и костюмера, и реквизитора, и фотографа, и учётчика, и начальника цеха. Но при этом в штатном расписании были люди, которые не ходили на работу. Когда я их отказалась стабилировать, Зверев Андрей Вадимович предпринял все меры для того, чтобы меня уволить с киностудии. Я отказалась подписывать документы, то есть я не согласна с моим увольнением. Сейчас я подаю документы в суд на восстановление на работе. Как утверждают экс-работники киностудии, фиктивные сотрудники предприятия получили комнаты от руководства, заплатив от 10 до 20 тысяч долларов. После чего стали делать в комнатах дорогостоящий ремонт. С расчётом в будущем приватизировать жилплощадь. Помимо махинаций с общежитием экран, бывшие сотрудники обвиняют нынешнее руководство киностудии в отмывании денег. Так в пример приводят отреставрированный арт-центр имени Веры Холодной. По словам экс-работников, на его ремонт списали порядка 800 тысяч гривен. По заявлению руководства потратили 470. В то же время некоторые объекты киностудии, такие как фундусный склад, лишены внимания и финансирования. Ужасные условия труда. Плесень, сырость, шашель, паразиты, грибки. То, что показывает Андрей Вадимович журналистам, это всего лишь маленькая часть складов, в которых действительно, да, проводились ремонтные работы, но не при нём. Достаточно зайти на мебельный склад, на фундусный склад, можно увидеть, что вещи в прямом смысле этого слова гниют. То, что определённые проблемы у киностудии есть, руководство признаёт. Да, есть, конечно, на киностудии и здания, которые находятся в плачевном состоянии. То, о чём говорят, что грибок в цехе подготовки съёмки, да, действительно. На фундусный склад нам зайти не удалось. Вместо этого нас пригласили в цех подготовки съёмки. В цехе действительно сыро и сильно пахнет нафталином. Костюмы и реквизит бережно расположены на полках и вешалках. Из мебели и соответствующих вещей созданы тематические комнаты. Мы, значит, по эпохам расставляем мебель. Вот здесь представлена, мы себе такую задачу ставили, где-то актёрская такая комнатка 20-30-е года. Здесь всё, всё соответствует. От патефона до чашечек. Дальше нас проводят по классическому маршруту для журналистов. С гордостью показывают он студию. Две недели назад в ней закончили озвучивать фильм, снятый каналом «Один плюс один». В ближайшее время должна начать работу и хромакейная студия. И это, в общем-то, первый павильон Одесской киностудии, который предназначен именно под компьютерную графику. По словам председателя правления Андрея Зверева, уже ведутся переговоры о долгосрочной аренде студии. Это арт-центр имени Веры Холодной. После восстановления его стали сдавать в аренду. На его базе можно снимать кино, видеоклипы, проводить концертные программы, использовать как театральную и выставочную площадку. Так, в конце августа здесь прошёл концерт Алексея Горбунова. В конце сентября состоится премьера постановки молодёжного театра. Пока что арт-центр принёс киностудии 76 тысяч гривен. Насколько актуален на сегодня дорогостоящий ремонт арт-центра – вопрос риторический. За август месяц сколько было желающих воспользоваться услугами арт-центра? И какой он прибыль принёс? Есть ли это можно просто сухую цифру? Ну, это коммерческая информация предприятия. Это не очень корректный вопрос. Он приносит средства, он окупается, но даже если бы он ни копейки не приносил, то он уже является исторической ценностью Одессы. В исторический памятник вложить средства – это благородно и достойно. Все обвинения в свой адрес председатель правления Одесской киностудии Андрей Зверев объясняют желанием бывших сотрудников уйти от ответственности за правонарушения, обнаруженные финансовой инспекцией во время проверки предприятия в марте этого года. На основании этого акта, на основании тех нарушений, которые были отфиксированы данной службой, да, действительно, были проведены и в данной ситуации по некоторым сотрудникам ещё проводятся служебные расследования, и данные сотрудники были действительно уволены. Общежитие «Экран» – оно принадлежит Одесской киностудии, находится на балансе Одесской киностудии, никаких движений по поводу отчуждения данного объекта не происходит. То, о чём говорят так называемые активисты, это просто попытка избежать ответственности, облить киностудию грязью. Ничего в этом удивительного нет. Но то, что в будущем общежитие всё же будет передано на баланс города, руководство Одесской киностудии не отрицает. Более того, вслед за «Экраном» городу передадут и общежитие «Куряж». И до два этих объекта, два этих общежития, и «Куряж», и «Экран», в любом случае, после приведения, технического приведения в порядок данных объектов, да, будут переданы в коммунальную собственность. У нас получится, де-факто, в общем, юридический термин, «недовнесённый уставной фонд». Государство имеет возможность, различнейшие возможности, довнести, довнести как имущество, средствами, да чем угодно. Сможет ли государство чем угодно восполнить уставной фонд, чтобы восстановить свои права на контрольный пакет акций? Вопрос. Речь идёт о 10 миллионах гривен. Это оценочная стоимость двух общежитий. Если государство сумму не потянет, полноправным хозяином киностудии станет частный инвестор. Пока что в экране идут ремонтные работы. За два года были восстановлены коммуникации, отремонтирована крыша, установлен лифт и сделано многое другое. Пустых комнат в общежитии на сегодня нет. Согласно спискам, предоставленным бывшими сотрудниками, часть их заняли те самые подставные лица, оформленные на киностудии на четверть ставки, то есть на четыре дня в месяц. Их зарплата в среднем составляет от 200 до 600 гривен. И ремонт в общежитии, с которого при увольнении необходимо съехать, для них нелогичен. Но председатель правления уверяет. Те люди, которые получили комнаты в общежитии, они намертво привязаны к Одесской киностудии. Просто намертво. Мне в руки попал такой некий список сотрудников, которые числятся, им предоставлена площадь в экране, но на работу они не появляются. Если есть такая возможность, сегодня вы увидите этих сотрудников. Давайте. Из 17 фигурантов скандального списка на рабочем месте нам удалось увидеть только секретаря. Как объяснили в отделе кадров, остальные или не работали в день на шесть съёмки на Одесской киностудии, или были задействованы в проектах за пределами территории предприятия. Спустя неделю на пресс-конференции руководства киностудии присутствовал ещё один сотрудник. По словам Андрея Зверева, всех упомянутых в списке сотрудников брали на работу на полный рабочий день ещё осенью 2013 года, когда киностудия разрабатывала 23 проекта. После известных событий в стране количество проектов сократилось до четырёх. Чтобы не увольнять новых сотрудников, их перевели на неполный рабочий день и оставили в общежитии. В течение недели мы пытались получить комментарий городской власти о её готовности принять на баланс общежитие-экран и, как следствие, содействовать изменению уставного фонда киностудии не в пользу государства. Но на многочисленные звонки нам так и не ответили. Итак, добрый вечер. Программа «Занельских расследований» с Антоном Доценком. Мы только что посмотрели сюжет нашего корреспондента, посвящённому Одесской киностудии и всей проблематике, связанной на сегодняшний день. А может быть, и не всей проблематике, связанной с Одесской киностудией. И у нас в гостях Андрей Владимирович Зверий, председатель правления Одесской киностудии. Здравствуйте, Антон. И Виктор Ноздлюхин-Заболотный, генеральный продюсер на сегодняшний день этой же Одесской киностудии. Добрый вечер. И первый вопрос, добрый вечер, конечно же, который мне хотелось бы задать, и, наверное, вопрос к вам в первую очередь. Откуда вообще взялся этот скандал? Вокруг он последние месяца или, по-моему, полтора месяца, он такой понарастающий, этот скандал, мне кажется. В прессе, всевозможные пресс-конференции по этому поводу, сюжеты на одесских телеканалах. Откуда пошла волна? Почему такое нарастание скандала вокруг Одесской киностудии? С чем это связано? Очень просто. В том репортаже, который мы только что посмотрели, основная причина уже была названа. С марта месяца на Одесской киностудии проходила проверка, то, что раньше называлось контрольно-ревизионное управление, сейчас это называется финансовая инспекция Украины. Было достаточно серьезно исследовано предприятие. Это не просто проверка, это тотальная инвентаризация. Да, были обнаружены нарушения, был насчитан ущерб. Большой ущерб? Достаточно большой. С чем сравнимо? Например, на Виктора Дмитриевича в акте данной финансовой инспекции числится ущерб в общей сложности 324 тысячи. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Да, да, да. Для того, чтобы, так скажем, замылить вот то, что будет происходить позже, а в результате данной проверки и контрольно-ревизионного управления, и Одесская киностудия должны, в общем-то, как бы через суд решить данный спор. Начал торпедироваться вопрос о какой ужас. Вот сейчас буквально произойдет уменьшение уставного фонда Одесской киностудии. Значит, изменится доля государства. И это чуть ли не, так скажем, задуманное и подготовленное мной лично, коллективом, акционерами какое-то злое деяние. Это действительно не так. Почему? Потому что вот на самом деле у меня в руках письмо. Письмо, датированное 12 мая 2011 года, в котором Виктор Дмитриевич Ноздрюхин в бытность его руководителем киностудии обращается к городскому голове господину Костусеву. Ну, если очень коротко, в соответствии с законом Украины о приватизации государственного жилья жилого фонда, законом Украины обеспечения реализации жилищных прав, жильцов общежития, просим вас принять в коммунальную собственность Одесского городского совета общежития киностудии по французскому бульвару дом 14, находящийся на балансе предприятия. Так что, на самом деле, вопрос не новый. И Виктор Дмитриевич, так скажем, уже обращался к городским властям о принятии данного имущества на баланс города. Ну, видимо, в 2011 году ничего, никакой опасности уменьшения госдоли не было, а вот сейчас она целенаправленно появилась. О чудо! Ну, фактически, допустим, вопрос, связанный с так называемыми ведомственными общежитиями, он в Одессе стоит острый. И, по сути, единственный действительно метод решения это передача в городскую собственность, для того, чтобы, как минимум, городские службы нормально обслуживали коммуникации. Ну, может быть, в каждом конкретном частном случае есть свои детали, но, в принципе, для Одессы это такой вопрос насущный и достаточно часто встречаемый. А все-таки вот о сдоле государства есть какие-то предварительные переговоры об этом? Хороший вопрос. Спасибо вам огромное. Значит, по тому, что я начинал говорить. То есть, мы четко видим, что у Виктора Дмитриевича есть абсолютно две противоположные точки зрения. В 2011 году она была ровно противоположной той точке зрения, которая есть в 2014 году. Ну, вот, в общем-то, возникает вопрос, какая из данных точек зрения лживая. Значит, для того, чтобы развеять все сомнения, мы обратились непосредственно фонд госимущества, который ведает как раз вопросами приватизации. За разъяснением, почему, потому что в прессе вот эта вот грязь начинает по экспоненте возрастать. Вот ответ у меня, официальный ответ фонда госимущества, как представителя государства. Жителям тяжело увидеть что-то в двух словах, если можно. В двух словах тут очень просто все написано, что не решением Верховной Рады Украины, не президента, не кабинету министров и фонду державного майна. Значит, данный пакет акций Одесской киностудии, который сейчас принадлежит государству, не подлежит приватизации. Есть отдельный закон, который запрещает приватизацию государственного пакета. На 14-й год этот пакет естественно не находится в списке приватизированных акций. На 15-й год тоже в списке его нет. Чтобы он попал в какой-то список, нужно преодолеть отдельный закон, касаемый Одесской киностудии. Что касаемо второго вопроса, фонд госимущества четко сообщает, что никаких переговоров ни с Министерством культуры Украины, ни с Державным агентством кино Украины, та иншины засекавленным органом еще до приватизации или уменьшения доли государства, никаких переговоров не ведется. Вот это является документом, который подтверждает факт. Одесситы могут спать спокойно. Абсолютно правильно. Киностудия никуда не делится. Абсолютно правильно. Ну, тогда к вам несколько вопросов, потому что ваш адрес прозвучало несколько обвинений, связанных, во-первых, в результате проверки с определенной суммой, скажем, как мы попали в эту студию. Вы много лет работаете в киностудии. Хотите я первый, хотите вы первый. Давайте представим чем мы занимались до того, как мы стали руководителями Одесской киностудии. Вы, а до вас я был. Давайте представим. Хорошо, конечно. Меня зовут Зверев Андрей Вадимович. До того, как я управляю Одесской киностудией, я занимался, управлял холдингом металлоконструкции, состоящим из восьми предприятий. Имею опыт, я специализируюсь на антикризисном управлении, был направлен акционерами, в частности, частным акционерам, на Одесскую киностудию именно для того, чтобы ее спасать. Почему? Потому что у предприятия на тот момент были достаточно большие проблемы. Были задолженности по налогам, были задолженности по зарплатам. и все имущество Одесской киностудии было арестовано за долги. Предприятие четко шло к банкротству. Потому акционеры приняли решение, что в данной ситуации предприятию нужен управленец-антикризисник, специалист. Результат моей работы за, так скажем, тот период, который я возглавляю Одесскую киностудию, антикризисные меры, они жесткие. Приходится принимать непопулярные решения. Но результат есть. То есть вы профессиональный управленец? Да. Правильно ли я понимаю, Андрей Вадимович, что вы профессиональный управленец, который проработали все предыдущие годы с компаниями нашего частного акционера? Не все годы. До этого я работал в европейских компаниях, американских компаниях и так далее. Последнюю часть лица проработали с акционерами, с частными акционерами Одесской киностудии. Правильно я понимаю? Да. Я тоже могу представиться. Меня зовут Виктор. Виктор, фамилия Майна Зрюхин, Заболотный. Я являюсь кинематографистом с 37-летним стажем. Руководил киностудией с 2009 года по 2012. До этого в течение 8 лет был начальником цеха съемочной светительной техники. Этот цех практически поднимал изруин, соединял этот цех, делал этот цех, чтобы этот цех стал совместно осветительной и съемочной техники. Я являюсь режиссером, оператором. Я закончил в ГИК, снял большое количество картин. Мы сейчас не будем это все перечислять как режиссер, как оператор. Являюсь профессиональным кинематографистом с таким стажем. Кто такой я? Теперь я отвечу на какие-то вопросы. Давайте ответим вопросы. Все-таки мне хотелось бы конфликтология уже известна в прессе и так далее. Я предлагаю ответить безусловно на этот вопрос, а потом перейти все-таки что делать сегодня? Что планируется делать с киностудиками? мне были озвучены некие претензии. Мой адрес, да? Да, конечно. Андрей Владимирович, мы же с вами договаривались уже, я опять вас спрошу. Не манипулируйте вы общественным мнением. Я вам показываю документ искру. Я ничем не манипулирую. Вы все время называете цифру. Вот ваше письмо отправленное мне. Сообщаю вам, я сегодня уже в Одесской области за период с такого-то по такой-то установлено, что вами были допущены нарушения, которые привели к материальному ущербу к киностудии на сумму в размере 324 тысячи. Это ваше письмо. А вот я вам теперь говорю, а вот письмо и административный штраф мне инкриминируется вот что инкриминируется мне этим же самым КРУ, от которого вы обращаетесь ко мне. Я уже опять вам зачитывал сегодня, зачитываю опять второй раз. Встановив порушение законодавства финансовых пытаний на организация за ведением бухгалтерского облику, что произвело до ведения бухгалтерского облику с порушением. Встановлено порядку. А самое, за час пробывания на посаде выполнения обовязки головы правления на Сдрюхин ВД подписав договир оренды с порушением, что произвело до недотримания коштей в предприемство внаследовании снижения размера орендной платы, чем завдано материальные шкоды сбытки на сумму 56 тысяч 488. Зачем вы везде все время говорите информацию, которая не соответствует? инкриминируется, вы мне инкриминируете 324 и мы отнимем 50, то остальное будет инкриминироваться вам. Вы это сами себе инкриминируете. Вы знаете, я отлично понимаю и мне кажется, что это может продолжаться очень долго. И я понимаю, что существует определенный конфликт между новым руководством киностудии и руководством киностудии и сотрудниками киностудии, которые работали до этого на этом предприятии. И может быть, этот конфликт должен был произойти. Мы не можем говорить о том, должно было бы так или нет, но он уже имеет место быть. Какие-то люди уволены, какие-то, видимо, будут уволены еще. А киностудия будет работать? Что будет с киностудией? Какой план на сегодняшний день развития киностудии? В вашем репортаже уже достаточно хорошо освещена тематика, что 2013 год для нас был достаточно удачным. Да, мы работали и зарубежными кинопроизводителями. Ничего, российскими, сколько я понимаю. Да, абсолютно правильно и с теми людьми, которые сейчас в общем-то нежелательны на территории Украины. Было много проектов. Мы заработали, мы увеличили доход предприятия в два раза. Ну, это как бы результаты работы коллектива. На сегодняшний день да, заказов не так много. Но нам удалось подписать контракт с известной компанией «Киевтелефильм» на обеспечение производства 250 серийного сериала. В пятом павильоне Одесской киностудии выстроена огромная, сложная декорация. И сейчас там происходят съемки. Сейчас мы работаем по всего лишь четырем проектам. Если в прошлом году мы работали по 26 проектам, то сегодня всего лишь по четырем. Да, это накладывает отпечаток на работу киностудии, но нас спасает достаточно длительный большой контракт, который предусмотрен, работа предусмотрена на целый год. плюс еще есть планы у этого же проекта расширять, вносить еще один фильм на эту же площадку, на эту же территорию. Поэтому я думаю, что киностудия смотрит с уверенностью в будущее. Одесской киностудии ничего не угрожает. Мало того, мы планируем только что буквально объявлен конкурс госкино на государственную поддержку. И мы планируем подавать на него заявку на получение господдержки. Потому единственное, что жалко, что за два с половиной года мы сделали очень много. Почему? Потому что мы восстанавливали инфраструктуру, техническую инфраструктуру, которая обеспечивает киносъемочный процесс. Что не было сделано вообще, это как раз то, чем должен был заниматься Виктор Дмитриевич Назарюхин. Ни одного проекта, на котором прозвучал бы колокол Одесской киностудии, даже короткого метра, даже пятиминутного фильма собственного производства, так и не было произведено. А снимается в Украине кино без поддержки государства? Конечно, очень много. Маленькие студии, снимают, подают свои проекты на различные фестивали и получают самые высокие награды. А мы что не снимаем? Ну, мы не снимаем, потому что не с кем снимать. Профессионалов со студии убирают. Андрей Владимирович почему-то решил убрать со студии почти всех профессионалов. Есть люди, которые просто переводятся в ХПП, это художественно-производственный персонал, который является безоплатным, пенсионный фонд не платит безоплатным. Это те люди, которые им говорят, вот вы работали в цехе, вы получили хоть какие-то деньги? Это профессионалы, то есть первого уровня профессионалы, те люди, которых приезжает съемочная группа из России и говорят, дайте нам видеоинженера Славу Шевченко, потому что он нам нужен. Слава Шевченко переведен в ХПП. Вместо этого у нас есть вот такой вот списочек, вот такой у нас есть, где красные выделены все люди, которые берутся сейчас на работу и, естественно, проживают в общежитии. Ну, в общем, тут много всего такое. Маркетолог, два, бухгалтер, один, юрист, один отсутствует, менеджер по персоналу, мало того, что начальник отдела кадров, все, практически все, кроме руководства Одесской киностудии, на Одесской киностудии работают по одному рабочему дню в неделю. И с этим начальник отдела кадров не справляется. Это удивительно в нашей стране, да, потому что все ваше руководство работает по пятидневке, а по пятидневке они работать не должны, Андрей Владимирович, потому что им нечего делать, понимаете? А работают они по пятидневке, только лишь потому, что они находятся у вас в команде. И еще в команде у вас находятся редактора. Тут есть такая служба продюсера, да, где находится Тамара Ахмедашвили, которая полтора года уже с инсультом лежит дома, а к ней в помощь взяли редактор Финогенова, который ни один день на работе не присутствовал Да, так это же служба продюсера, я никого не вижу. Я вам предлагаю... Вы должны были как-то со мной хотя бы это созвесить? Я вам предлагаю остановиться, у нас на самом деле в программе не так много времени, осталось буквально несколько минут, и я просто предлагаю каждому из вас предложить, не знаю, рассказать нашим зрителям очень коротко о том, каким вы видите будущее несколько киностудий. Вам и вам. Ну вот, чтобы наши зрители поняли, как бы, в конечном итоге сделали свое мнение, составили свое мнение о вас и составили свое мнение о вас. Но, к сожалению, больше времени в нашей студии сегодня не хватает. Если очень коротко, в чем как бы произошло экономическое чудо на Одесской киностудии? Почему она стала зарабатывать деньги, вышла на самоокупаемость и имеет возможность сейчас развиваться? Можно цифрки, пожалуйста? Экономическое чудо произошло по простой причине. Одесская киностудия была обвешена компаниями, паразитами, через которые отмывались средства и на основной доход оставался на компаниях-прокладках. Сейчас Одесская киностудия не имеет компаний-прокладок. Ну, в частности, допустим, компания Виктора Дмитриевича, есть такая кинокомпания Виктория. Если киногруппе нужно было попасть на Одесскую киностудию и что-то делать на Одесской киностудии, то сначала нужно было заключить контракт с данной компанией или с родственной. А есть примеры? Да, конечно. И вот эти компании прокладки, эти компании паразиты сейчас с киностудии удалены. Потому киностудия дышит свободно. Киностудия заключает прямые контракты с киносъемочными группами, потому что они и стали появляться на киностудии. То, что киностудия все равно выполнит основную свою задачу и выйдет на собственное кинопроизводство, я в этом уверен. Я понял. Спасибо. Теперь у вас есть короткий промежуток времени для того, чтобы объяснить... Андрей Владимирович, как киностудия может выйти на собственное производство, когда, например, Dragon 18 ноября принимается на работу и 18 ноября выдается ордер на проживание в общежитии. Сколько денег заплачено? Как может киностудия выйти на собственное производство, когда Манкаш принимается на работу 18 ноября и 18 ноября выдается ордер? Может быть, хоть испытательный срок дать, проверить, как эти люди работают? Галитковский. Кто у нас такой Галитковский? Галитковский у нас, оказывается, ремонтно-техническая делянка. Стало 5 сантехников, было 3, нормально все обслуживали. Андрей Владимирович, перестаньте манипулировать общественное мнение. Какое будущее киностудии, по-вашему? Будущая киностудия, на киностудии должно сниматься кино. И это очень важно. Для того, чтобы на киностудию надо прекратить все скандалы, необходим круглый стол. Сколько кино вы сняли за это время? За это время я снял фильм «Наны Джоржадзе», Федор, который назывался, это был 2011 год. И в 2013 год, не удивляйтесь, вы прекрасно это знаете. Что значит, вы играете в удивление? И там есть логотип Одесской киностудии? Это не Одесская киностудия. Андрей Владимирович, вы все время заблуждаетесь, потому что не знаете специфики фильмопроизводства. Это не Одесская киностудия. Я знаю специфику фильмопроизводства. но не будете. Не должен был быть там кораблик. Мы не вкладывали деньги. А вы посмотрите на телеэкран, и вы увидите там. На телеэкран какой? Ну, например, фильм «Наны Джоржадзе». И вы увидите там, что... Это не телефильм. Без разницы. Там присутствует фирма «Виктория». Своя рубашка, ближе к делу. Да не ближе к делу, мы вкладывали деньгами. Это четкая, четкий конфликт интересов. Андрей Владимирович, вы лжете. Виктор Гмельевич. Это вы лжете, Виктор Гмельевич. Потому что мы вкладывали деньги. Фирма «Виктория», частная компания, вкладывала деньги в фильм «Наны Джоржадзе». Зачем вы тогда работаете на Одесской киностудии, Виктор Гмельевич? Чтобы она, чтобы фильм «Наны Джоржадзе» взял на студии услуги. И студия могла этими деньгами оплатить коммунальные расходы. А у вас совершенно другая задача. Да, совершенно другая задача. Вам показать мои должностные обязанности? Абсолютно другая задача. В каком смысле? Как генеральный продюсер Одесской киностудии, у вас основная задача сделать фильм Одесской киностудии, а не вашей личной собственной компании. Андрей Владимирович, вы заблуждаетесь, потому что у меня есть должностные обязанности, которых вы не читаете. Я вынужден, к сожалению, вас прерывать. Во-первых, потому что время подошло к концу, и, к сожалению, следующий блок, следующий эфир уже наступает на пятки нашему эфиру. Совершенно очевидно для всех телезрителей сегодня стало, что взаимопонимание внутри вашего предприятия на сегодняшний день, и мы надеемся на самом деле вместе с телезрителем, вместе со сотрудниками нашей телекомпании, что этот мир внутри Одесской киностудии, он настанет, и киностудия все-таки будет работать. Мир наступит, если с киностудии не будут убираться профессионалы и набираться маркетологи. Мне кажется, что просто необходимо всем... быть задним столом. Вместо того, чтобы следить за управленческими решениями... Следить? Конечно. Я наблюдаю? Единственное... Может быть, кино сняли бы? Хоть одно. Хоть одно кино. Я-то снял, я вам еще раз говорю. Я как продюсер снял картину... Снимите вместе кино, и по-моему, на этом конфликт будет закончен. Если вы хотели решение конфликта на Одесской киностудии, вы бы призывали все стороны сесть за стол переговоров, включая акционеров и фонда Шмайна, и акционеров. С кем у вас нет конфликта? На Одесской киностудии нет. Вот это у вас нет конфликта? Нет конфликта. Да, конечно нет. Это то, что вы называете мертвыми душами. Да, да. Это не мертвые души. Что вы говорите? Это штатные сотрудники Одесской киностудии? Нет, Дюльгер ни разу на Одесской киностудии не появилась. Зато владеет 60 метрами жилья на первом этаже. Я думаю, что этим же займутся права охранителя. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я очень благодарен, что вы смогли прийти сегодня к нам в студию. Спасибо вам. Высказать нашим телезрителям свою позицию, свое мнение о том, каким будет Одесское кино и Одесская киностудия. А с вами была программа журналистских расследований с Антоном Доценко. До новых встреч!